МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолженность проезда сегодня составляет 200 рублей, при этом на маршруте работает один восьмиместный микроавтобус. В настоящее время жители Даури обратились с заявлением, содержащим просьбу не закрывать больницу на имя губернатора Забайкальского края Александра Осипова и главы администрации Забайкальского района Александра Мочилова. Аукцион по ремонту подъездной дороги к селу Митрофаново Шилкинского района завершен. На сегодняшний день прошел аукцион, определен подрядчик, это ООО «Стройдорэко». Ремонтные работы будут выполнены во втором и третьем кварталах текущего года. Подрядчик произведет срезку кустарника и асфальтирование дорожного полотна, рассказали в администрации города. В результате произведенных работ дорога-подъезд к селу Митрофаново от региональной трассы будет полностью заасфальтирована. Стоимость работ составит 11 миллионов рублей. Стая безнадзорных собак поселилась рядом со школой в 9-м микрорайоне поселка КСК. Об этом сообщил очевидец в редакцию Запру. Представители Читинской администрации заявили, что отлов безнадзорных животных в микрорайоне проводился еще зимой, а также пообещали передать информацию подрядной организации. Напомним, ранее сообщалось, что правительство Забайкальского края перечислило дополнительные 40 миллионов рублей на отлов и содержание бездомных собак. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об ограничении пребывания забайкальцев в лесах из-за введения особого противопожарного режима. Под исключение попали территории микрорайона Северный от Каштагского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицы Верхоленской, также в границах горнолыжного комплекса Высокогорье. С 29 апреля по 19 мая ограничения начнут действовать в границах Могочинского, Тунгогочинского, Чарского лесничеств. Жители-гости Забайкальского края, ставшие свидетелями пожара, могут сообщить о происшествии по номеру 8 800 100 94 00.